Всем привет, мои хорошие! С вами Ксюша, и сегодня я хочу рассказать вам о своих супер бюджетных находках. О достойной косметике в ценовой категории до 200 рублей, то есть самый, что ни на есть бюджетный бюджет. Я думаю, в условиях финансового кризиса это будет очень актуально. Если вас это интересует, оставайтесь со мной. Начинаем! Итак, я очень часто прогуливаюсь по Ашану и подыскиваю мицеллярную воду для ухода. Конечно, я, как все, пользуюсь Лореаль, Гориньер, Биотерма, то есть, ну вот, собственно, стандартный набор. И вот, наконец, я нашла Цацку. Это чудесная... сейчас, вот, найду вам. Мицеллярная вода. Как, собственно, мое лицо искажается, прикольно. Марки Ашан, пол-литра, здоровенная бандура и стоит она примерно 130 рублей. Значит, у нее, ну, стандартный колпачок, собственно, как у всех, да, с отверстием. Что про нее хочу сказать? У нее приятная душка, лично мне пахнет химическим огурцом, ну, это вкусно. Запах на лице не остается. Конечно, да, она не снимет какой-то суперстойкий макияж. Она, ну, требует смывания, хотя здесь написано, что не требует и что она подходит для чувствительной кожи. Но она ничем не хуже более дорогих аналогов. Например, в разных магазинах цена на 400-миллилитровую бутылку мицеллярной воды от Гореньер варьируется от 210 до 250 рублей. То есть, в принципе, в два раза дешевле, пол-литра. И, кстати, произведена во Франции. Присмотритесь. Продолжая тему очищения кожи, хочу рассказать вам, я, кстати, боюсь рассказывать, потом раз пропадут из магазина. Есть такой закон подлости. О очищающих полосках для лица. Вот, ловись фокус. От марки Love. Это собственное производство фирмы Magnit, Thunder и так далее. Это стандартные совершенно очищающие полоски. В наборах идет 10 штук, то есть, ну вот, да, обычный пакетик, ничем не примечательный. Внутри стандартного размера вот она полосочка, там никакая не угольная. Самая обыкновенная, хотя уголь идет в составе, где он тут вот, ну, непонятно. Но это сказка. На мой взгляд, она не подойдет людям с сухой чувствительной кожей, да, ну, при этом с забитыми порами в области носа. А вот тем, у кого кожа, как у меня, жирная, причем вот прям по-настоящему жирная, это супер штука. Значит, я наклеиваю ее на нос, понятно, что на чуть влажную кожу, и сверху еще увлажняю поверх, там, допустим, ватным диском с моченым водой. И она тогда очень хорошо прилипает. Но когда приходит момент ее отклеивать, она действительно очень плотно держится на носу. Поэтому, вот у кого сухая кожа, наверное, наверное, там даже верхний слой кожи может снять. Действительно работает, стоит 105-110 рублей, сейчас точно не помню, за 10 штук. Вам их просто любимчика от марки Nova Sweet. Сейчас Nova Sweet везде. Первое, что расскажу, о чем расскажу, это вот такой спрей витамины. Сейчас, секунду, не умею делать фокус. Витамины для лица. Это такой чудесный спрей. Ну, запах мне не очень нравится, но он быстро улетучивается, не играет большую роль. Что с этим спреем? Он нужен, вот прям жизненно необходим, двум категориям людей. Первое, тем, кто работает, либо живет там, да, в суперкондиционируемых помещениях, либо в помещениях с интенсивным отоплением. И второе, это люди, которые после загара, которые немножечко хотят увлажнить кожу. Стоит недорого, стоит 80 рублей, тут 190 миллилитров, хватит надолго. Можно поливать себе с ног до головы. Этим летом выяснилось, что у меня аллергия на солнце. То есть я после жары покрываюсь такими неприятными прыщичками, да, зудящими. Кожа красная и некрасивая. Так вот, вот эта штука волшебная, она успокаивает кожу, увлажняет ее. Мне немножко не нравится вот распылитель здесь, ну не видно, конечно же, на видео. Он немножко как-то брызгает странно в две стороны, причем это у меня не первый, конечно же, флакон. И у них у всех такая беда с распылителем, не знаю, в чем тут суть. Вот, он не мелкодисперсный, то есть вы прям чувствуете капельки. И это классно. Не надо наносить поверх макияжа, это не термальная вода. Хотя чем-то очень похоже. Вот классная штука. Что мне здесь очень нравится, на втором месте в составе после воды идет экстракт пиона. То есть, якобы хорошие увлажняющие и уходовые качества. Смотрите, есть бархатный пион, да, а есть такая же версия. У нее, кстати, круче отдушка с цинком, магнием, еще каким-то элементом. Но я брала из-за цинка, вы знаете, что цинк снимает воспаление. И хочу рассказать о своей находке. Итак, это гиалуроновая кислота с коллагеном. Такой вот аквагель 24 часа. Удобная пипетка, темное стекло, то есть все, что я люблю, собственно. Вот такая вот какая-то густая штукенция. И в чем здесь суть? Совершенно нет отдушки. Никакой. Такой буквально вот капельки, да, ну вот так. Так, хватит на и лицо, и зону декольте. То есть вот она совершенно легкая, она невесомая. Быстро впитывается, никакой липкости не оставляет. Ну вот просто сказка. Прекрасно подойдет обладателям жирной кожи, потому что те ребята, у кого жирная кожа, знают, что очень тяжело подобрать сыворотку, потому что кожа начинает одновенно жирниться, и ощущение перегруженности лица. Ну, много негативных моментов. Вот эта штука ничего плохого вам не сделает. Она не конфликтует никак ни с кремом, да, то есть последующим уходом, ни с тональным кремом. Так что найдете в магазинах, замечательно. Я купила за 99 рублей. Завершаем тему ухода за кожей. Моей помогайкой, как я ее называю, такая палочка-выручалочка. Это вот такой вот, сейчас, секунду, такой вот гель от Essence, Pure Skin. Значит, у Essence я обычно покупаю декоративную косметику. И тут, совершенно случайно, в магазине наткнулась на несколько уходовых продуктов. Они все для подростков. Тут все написано, что для подростков, прыщей. Это гель для локального нанесения на прыщик. Я говорила со своим косметологом, и она мне сказала, что сейчас в наше время очень тяжело найти средства, вот такое локального действия, которое действительно будет работать. Я с ней согласна. Я перепробовала, ну, наверное, штук так 20-30 разных вот таких вот помазюк локально, которые должны носиться на прыщ. И, скорее, чаще всего они просто ничего не делают. Вот эта штука, я не скажу, что она просто вот вам уберет следы от всего там, да, и что-то сделает волшебное. Но она работает ничем не хуже, допустим, роликового аппликатора от Клиник, точно такого же. А если особо нет разницы, зачем платить больше. Подсушивает, снимает воспаление. Какой-то глубокий прыщ не вытянет наружу. Но она и не должна это делать, да. Так что супер-помогайка тут абсолютно стандартный, да. Что мне нравится, что это, то есть у него есть носик у тюбика. Я терпеть не могу что-то мазать роликом. Мне кажется, это дико негигиенично и, ну, вообще. Вот. Но штука реально неплохая. Задумайтесь. Продолжение следует...